Не секрет, что ваши идеи очень близки по духу футбольным фанатам. Как вы вообще относитесь к футболу, футболу России и есть ли у вас любимая команда? Мы из города Омска. В Омске толковой-толковой команды футбольной нет. И всей культуры боления. Не видел я, ты явно. Нет, да. В Омске хоккей. Я знаю вас Акбас, у нас Авангар. Не раз наши команды играли вместе. Футбол, но я иногда смотрю какие-то интересные матчи, если я знаю, что будет интересный матч, я посмотрю. А так мы не фанатеем. Когда сборная России играет, взрывал голос, помню. Интервью, я помню, было в журнале «Робингу» пару лет назад. Для меня это даже удивительно было, что хулиганёв стали слушать наши треки, приходить в наши концерты. У нас удивительно было. У нас нет песен про выезда, про мячики, про какие-то там специфические вещи фанатские. У нас, говорю, абсолютно такие обыкновенные треки. Много ли у вас друзей из оклофутбольной среды знакомых? У нас много друзей абсолютно из разных слоёв общества. И среди футбольных фанатов, и среди нефутбольных фанатов, и среди рокеров, и металлистов, и с кем мы только не общаемся. То есть я бы не стал на этом акценты ставить. Да, конечно, знакомые есть. Они же также являются частью жизни, частью этого мира. Я бы не стал обособлять, как отдельная какая-то страна, где живут фанаты. Да и болельщики футбола, это же не только те, кто носит розетки, гоняет на кэжу или на выезда ездит. Есть просто люди, которые переживают за свою любимую команду. В Москве из моих знакомых почти все кто-нибудь за что-нибудь наболеет. В Москве просто клубов много, но там это развито. Мы были неразлучны, сидя, везде ходили пары. Когда я видел, тут левый раз, другой правый. Мне кокеицы не ставят свои среды, на площадках и все. Когда вон наши страны годят, надо было быть решительным условием. Их ходить там сами. Заняли листой, уборная толчковая. Довернуть вверх, и не забыть холодной водой, потомские пятра. А если надо, верить, только любви, то мы в покойный прогонный участок. Все в норме. Один шаг, один шаг, один шаг, никто не знает, меня лучше с вами, с вами, с вами. Один шаг, один шаг, никто не знает, меня лучше с вами, с вами. Андрей, ваши тексты в большинстве своем подчеркнуты жестки и суровы, а вам самому в жизни часто приходилось драться? Это из-за моей рожи все. Это у вас такое восприятие, честное слово. Вот если бы у меня была заточка посимпатичнее, ресницы подлиннее, волосы до плеч, никто бы не считал, что у меня какие-то такие жесткие прям тексты. А так, ну, рожа такая еще, голос такой. Ну, прям клип на песню Бейси, там прям, как бы, две противоборствующие стороны. Ну, а как еще показать борьбу внутри себя, войну внутри тебя? Там же основной смысл в этом. Художественный замысел. Мы использовали этот обоз, чтобы донести эту основную мысль. К сожалению, не все это услышали, но так всегда. Всем объяснить все не получится, это бесполезно. Ваша популярность, как вам живется в Москве вообще? Часто вас мучают, автографы бросят? Да, прям, чтобы жаловаться. Ну, да, иногда мешает. Но мы все-таки не Дима Билана и там, ну, и там, не Гуф. Не Боярский. Не Боярский, да. А все-таки преимущественно в Москве перемещаетесь на метро или на автомобиле? Иногда удобнее поехать на метро, иногда можно стоять в пробке два часа, тебе где-то надо быть быстро и срочно. Поэтому и так, и так. Метро не брезвый мукс. Метро не брезвый мукс. Оказали, есть микро? Да! Мы с Тоши из Омска, у нас микро не было, я надеюсь, у нас поймете, поехали! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А вот помимо музыки, как-нибудь свободное время? Какие интересы здесь свободное время проводить? Или его почти не бывает? Дом, семья. Спортом каким-нибудь вы занимаетесь? Ну и сейчас сложно. Очень хочется. Прям вот сейчас собирался в номере и думал, что все, надо обязательно ввозить в очередной раз. У нас концертный график, какие-то проблемы, заботы. И все время откладываешь, откладываешь, но потом хочется опять начать ходить уже на тренировки. В детстве много всего плавания, самбо, рукопашный бой. Ну, ходили на бокс вместе. Ну, опять же, из-за концертов, из-за всего этого очень выбиваешься. А так, летом турники, перекладины. На ладони у парней из засады. Понимать, на долги же лезешь, больше падать, но меня не остановишь, даже при таком раскладах. Я без погона, чтоб зачинывать права, но напомню, зачем тебе голова? На голова, чтобы лукать, но нечего выклодить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы ныть, глупы, чтобы говорить. Никто не сможет меня остановить. Глаза, чтобы лукать, но нечего выклодить. Никто не сможет меня остановить. Думаю, не стоит спрашивать про любимую книгу, любимый фильм, библию, криминальное чтиво. Ну, это стандартный ответ, конечно. Да, но есть ли какие-нибудь жанры, которые вам нравятся именно в книгах, в фильмах, что вы любите? Ну, ты расскажи. Ну, я больше люблю художественную литературу, в отличие от Андрея Стругацких любил, Пелевина, Довлатова читал. Это не совсем фантастика, конечно. Вот. Ну, я больше по-художественной. Ну, или же какие-то там звукорежиссерские дела. Ну, это больше материал в интернете. А фильмы, я по сути всеядный. Главное, чтобы это было просто хорошее кино. Но, если плохой сюжет, чтобы было хотя бы максимально зрелищно, и меня постоянно держала картинка. Ну, прислушиваюсь к советам, опять же, Андрея советует фильм смотреть. Чаще всего нравится то, что он советует. Я раньше смотрел очень много фильмов, и, можно сказать, таким киноманом был. Но сейчас мне просто жалко очень на это время. И я предварительно поспрашиваю знакомых. Скорая лицензия, да. Я почитаю, что в интернете пишут, и только после этого пойду в кино или скачаю фильмы, смотрю. Вы коллекционируете что-либо? Магнитики на холодильнике. Розетки. Футбольных клубов. Ну, это нам дарят. Мы их, на самом деле, как целенаправленно не коллекционируем. Это то, что нам дарят. А так получается, что все, что у меня есть, это магнитики на холодильнике. Ну, это то же самое. Ну, единственное, еще там по комиксным делам, фигурки всякие, диорамы. Еще решил колокольчики собирать с разных городов. Ну да, идиотизм, но прикольно. И много уже набралось в коллекции? Да, целого два. Какие самые вспоминающиеся и важные моменты в жизни вы можете выделить в одном моменте в жизни? Крещение, свадьба. Все пока. У меня, да. Свадьба. Совсем недавно. По поводу семьи вы можете что-нибудь рассказать? Не любим говорить на эту тему. Она есть. У каждого из нас есть семья. Хорошо. Какие концерты вы можете вспомнить, которые вам больше всего запомнились? Больше всего. Больше всего я запомнился, наверное, презентация нашего последнего альбома в Милке, в Москве. Круто, да. Да, там. Хороший свет был, хороший зал. Помню, мы с тобой обсуждали концерт в Беларуси. Там такой комфортный звук был. Минск, да. Последний концерт в Минске. Я был очень доволен. Потому что очень важно, как ты себя чувствуешь на сцене, как ты себя слышишь. И, конечно, очень важно, как тебя слышат люди. Вот это сочетание как раз удалось в Минске. На самом деле, даже иногда не главную роль играет звук и какие-то технические характеристики, например, мероприятия, а отдача зала. Потому что это все-таки решает, как тебя принимают, как тебя поддерживают. Два, пять, один, семь! Два, пять, один, семь!